На самом деле я опять хотел продолжить про интеллектуальную интуицию, но только просто с другой стороны подойти. Дело в том, что если опять же приколить Канта и дальше читать у него про интеллектуальную интуицию, то видите, у него есть развлечение феноменов и новым. Как раз касается этой темы. Согласно этому различению, феномены нам доступны, феномены мы можем постигать в созерцании и мыслить в рассудке. А вот наумены, они как раз никаким образом нам недоступны. Они бы были, как пишет Кат, нам доступны, если бы мы обладали такой способностью, как интеллектуальное созерцание. Но мы этой способностью не обладаем и поэтому они нам недоступны. И вот эта недоступность науменов на самом деле, есть не что иное, как то, что мы в прошлый раз пытались вывести в рассуждение как прямое усмотрение смысла. Потому что наумены, они представляют собой как раз вот такие смыслы. И вещи в себе точно так же и с науменами. Что интересно? Интересно, на самом деле, я просто задумался о том, что бы значило, если считать, что интеллектуальная интуиция возможна. Что бы это значило? На самом деле, как ни странно, это бы значило своего рода крафт-философию. И с какой стороны это бы произошло? Дело в том, что если бы существовало прямое усмотрение смысла, то получалось бы так, что на самом деле всегда, всякий раз, когда... То есть все содержание, которое мы имеем, да, а все содержание нашего познания, оно выражено в понятиях и ощущениях, да, оно все было бы из опыта. И поэтому философия не могла бы укрыться в какой-то своей области, она бы должна была бы точно так же опереться на какой-то опыт, она точно так же должна была бы опереться на какой-то конкретно данный предмет. То есть, ну, этот предмет был бы не предметом ощущения и чувства, а этот предмет был бы предметом то, что называется умопостигаемым, да, здесь бы возникло такое различие, что есть предметы чувственно воспринимаемые, да, вот эти чувственно воспринимаемые предметы в массе своей занимаются, скажем там, и частные науки, там, а вот умопостигаемые, ну, науки частные занимаются также умопостигаемыми предметами, но вот чисто умопостигаемыми предметами занималась бы философия. То есть просто таким же постигаемым предметом, например, занимается религия. Для него Бог есть некий предмет, чистому постигаемому, которым она занимается. Тут можно вспомнить, например, в качестве примера, антологию неоплатоник. Просто я тут как бы любопытствовал, неоплатоники на самом деле как в каком-то отношении восстанавливают философию Платона, причем критикуют философию Аристотеля. И критикуют ее со стороны того, что Аристотель не допускает умопостигаемых сущностей. У него получается, что все умопостигаемое, оно не может существовать само по себе, оно существует только через сущности. То есть оно существует только через нечто единичное, то, что чувственно воспринимаемое. И вот неоплатоники критикуют Аристотеля со стороны того, что есть чистому постигаемой сущности. Вот чистому постигаемой сущности. Ну и такими упостигаемыми сущностями является, скажем, единое или одно, ум, душа, имеется в виду космическая душа, мировая душа. То есть это чисто умопостигаемые сущности. Так вот, что интересно, так вот интересно, если философия, если существуют интеллектуальные интуиции, и мы постигаем некоторые, всякий раз все наше знание, в том числе и знание в понятиях, оно есть некоторое абстрагирование или полученный из опыта, если все смыслы на самом деле расположены в самом мире, то получается, что философия просто свое место не сможет найти. Она должна тогда просто смириться с тем, что существует много наук, как-то в зависимости от той области, в которой она находится. Выбираешь какую-то область реальности, в данном случае, допустим, смысловую область, и занимаешься ней. Ну, в отличие от неоплатонизма, которые допускали, что существует какой-то космический ум, существует какая-то мировая душа, одно и прочее, философия не могла бы сейчас заниматься такими сущностями и утверждать, что они реально существуют. Потому что, ну, это было бы просто означало, что она занимается гипостазированием неких общих понятий. Ведь здесь мы должны отличать, я как бы один раз уже об этом разговор ввел, мы должны отличать о том смысле, который постигается, да, и в опыте, и о том смысле, которым расположен внутри языка. То есть, внутри языка, и мы фиксируем это в наших языковых понятиях, расположен некий коммуникативный смысл. Он по самому своему существованию в языке, он является общим. Иначе, каким образом мы друг друга понимаем? Когда я говорю стул, то это некий общий смысл для многих людей, которые говорят на русском языке, да, они это все понимают. Ну, я-то говорю о том смысле, который, о смысле в первичном смысле, да, вот, тот смысл, который расположен в самом мире, да, вот, некий единичный смысл, он расположен в самом мире. Скажем, я исследователь, да, я этот смысл усматриваю и пытаюсь его уже как-то вот промыслить. Вот если исходить из того, что вот такие смыслы расположены в самом мире, то получится, что философия должна, как бы, отказаться от претензий того, что она является каким-то особенным знанием, и смириться с тем, что она просто должна стать какой-то, может быть, частной наукой. У нее просто не будет другого предмета, потому что все смыслы, они будут смыслами реальными. Когда философия претендует на какое-то особое свое место, она ведь о чем говорит? Она ведь говорит о том, что есть некие смыслы, да, которые коренятся в самой природе человека, которые основаны на каком-то отношении на его природе, да, вот то, что мы называем априорные смыслы, то, что называется априорным понятием. Если есть такие априорные понятия, если есть некие конструктивы, да, вот, которые, конструктивы, чисто субъективны, то философия тогда бы могла назвать себя трансцендентальной философией, и у нее был бы свой трансцендентальный предмет. Но если все смыслы, есть смыслы реальны, если вот такие вот конструктивы и трансцендентальности, они на самом деле не существуют, то тогда получится, что философия должна стать просто частной наукой, она просто должна найти область какой-то применимости своей, область своей предметности и заниматься этой предметностью. И причем она должна науке стать в том стандартном смысле, что представляет собой наука. То есть она должна обрести что-то вроде экспериментов. Она в принципе должна к этому стремиться. В каком-то отношении ведь Аристотель, для которого интеллектуальная интуиция тоже возможна. Он ведь постоянно говорит о науке. Он везде-везде утверждает, что все должно стать наукой. И первая философия, и вторая. Первая философия у него уже философия посвященная тому, что представляет собой сущие. А вторая философия у него просто то, что мы называем физикой. То есть получилась бы так, что любая философия стала бы наукой. Вот такая странная проблематика. То есть борьба с интеллектуальной интуиции есть в каком-то отношении борьба за статус того, что представляет свою философию. То есть есть ли у него какая-то своя обычность? Или она все-таки является, если есть интеллектуальная интуиция, просто такая некая частность, некая частная дисциплина. А почему я говорю, что это грозит философии еще большими проблемами? Потому что на самом деле все предметы давно уже разобраны. Частные предметы. Одни отошли к математике, одни отошли к физике, одни отошли к психологии и другим наукам. В том числе и к логике отошли. У философии, собственно, вот такого предмета, который был бы внешним, он просто не остался. То есть, как бы, если на самом деле все смыслы являются реальными смыслами, то просто философии просто нет. Это просто языковая игра. То есть аналитическая философия тогда права, на самом деле, что философия, или то, что называется, скорее, лучше говоря, метафизика, является своего рода просто ошибками, которые мы допускаем неправильным употреблением слов. И нет никакой области, нет никакой возможности философии существовать. Если существует, действительно, и можно будет действительно с уверенностью сказать, что такая вещь, как интеллектуальная интуиция, возможна. Поэтому отрицать интеллектуальную интуицию, и здесь, мне кажется, вот Камп так интуитивно чувствует, что в этом состоит некоторого рода защита философии. Это означает, как бы, удерживать возможность философии как таковой. Пока мы отрицаем эту интеллектуальную интуицию, пока мы утверждаем, на самом деле, что возможно только вот интуиция чувственная, с другой стороны, это как бы означает, что существует возможность того, что называется трансцендентальной философией. Существует тогда трансцендентальный предмет у философии, как бы, недоступна никакой другой науке. На его философии сразу появляется какое-то своеобычное свое место, в системе, да, не сводимое к частности какой-нибудь отдельной науке, да, в ряду других частных науках. То есть философия сразу состоит, хорошо укладывается вот в систему знаний. А если мы ставим вопрос на то, что я еще раз повторяю, просто что интеллектуальная птица возможно, то мы сразу как бы ставим под вопрос, собственно, возможности философии как таковой. Тогда философии нет, и бессмысленно ей заниматься. И вот в связи с этим, как бы, вот, с тем, что все-таки отдельные примеры, вот, примеры возникновения аналитической философии, методологии науки показывают, что такая проблема относительно философии уже ставилась. То есть многие уже понимают, на самом деле, что философия, она давно кончилась. То есть она исчерпала те возможности, которые она, ну, которые в нее были изначально заложены. То есть, а когда она достигла уровня трансцендентальной философии, просто дальше двигаться было просто некуда. И поэтому, вот, я просто сейчас хотел бы говорить про методологию науки, потому что аналитическая философия, это такая, мне не очень интересная. Вот у нас такое движение было в России в советское время, методология науки. Но она и на Западе была, но вот у нас она просто пурным цветом поросла. И в частности, как бы, каким выводом пришла вот эта методология науки? Они пришли к выводам, на самом деле, что вот возможности, постижения чего-либо в понятиях, да, создание вот какой-либо системы понятий, там, попытка изложить философию как основание всех других наук, все это, на самом деле, свои возможности исчерпало. Вот к тому времени, когда эта методология науки уже вот существовала, они уже тогда, ну, сейчас, значит, Чедровицкий, там, вот, Паков, отдельный семинар, который вот мы с Игенем слушали, вот они утверждают, что на самом деле теперь в ситуации, как бы, вот, современности надо вот попытаться найти какие-то другие возможности, да, то, что уже бы не называлось бы философией, поскольку оно не опиралось бы на системы понятий, да, вот Гегель в некотором отношении достиг вот вершины философии, когда он сформулировал вот такую огромную единую систему, да, вот систему понятий, которая ответила на все вопросы. Он ведь так и говорил, что настоящая философия, она должна быть в некой системе, да, потому что каждое понятие, оно связано с друг другом, и оно приобретает некий смысл, когда оно отсылает в контексте к другим понятиям. И вот когда, ведь после системы, после того, как Гегель создал свою систему, никакой больше системы философии не возникло. И сам Гегель говорил о том, что после Гегеля кончилась не только философия, да, а кончилась и даже история. Ну, про историю, конечно, это... Он имел в виду и смысл истории кончился, да, как бы просто непонятно, зачем дальше продолжается история, то есть непонятный на ее смысл. Но в некотором отношении Гегель сам прекрасно понимал, что философия кончилась, что нечего больше философии не еще занимался. И то, что вот сейчас на современном смысле представляет собой философию, она как раз представляет собой своего рода вот эту вот методологию науки. То есть, а что такое методология науки? Это некие локальные исследования, да, когда какой-то конкретный человек, да, там, он просто... Ему интересно, допустим, заниматься, там, какими-то переверсиями, да, там, а другим, как... Одному, там, философу, там, переверсиями, другому философу, там, литературными какими-нибудь произведениями, третьему философу, там, какими-нибудь, там, культурами, там, древними, там, антропологией, там, еще чем-нибудь. У каждого какие-то есть, у каждого человека есть какие-то свои интересы. Вот он исследует интересы эти свои, да, он достигает в этих исследований каких-то своих, там, выводов, да, каких-то своих там результатов но это уже нельзя назвать философии это каждый из нас в жизни чем-то интересуется можно назвать кобби да это вот это можно назвать там какими-то частыми там потоками отдельных там кулигами проблема тут черт состоит проблема состоит том что философия как бы потеряла свой метод я вот и даром на я утверждаю что методом стал человек поскольку когда я утверждаю что методом философии является человек здесь скорее есть констатация не того что найден медо так сказать констатации того что потерянай фот 밀ами podr это что не то что ты считаешь как потеряный предмет точно также потерянный момент то есть философия полностью находится безвоздушным пространством она теперь может двигаться куда угодно но у неё как бы нету ни почвы на котором она базируется ни предметы, которые можно было бы отнести и сказать, что этот предмет философский. И, собственно, от философии ведь что осталось? От философии осталась у нас история философии, да, и вот каждый отдельный философ, который пытается выставить какое-то личное мировоззрение. То есть философия это либо в нашем, в нынешней ситуации, она сводится либо к мировоззрению, либо вот к занятию историей философии. Ничего другого в философии это ведь не осталось. И, собственно, когда мы смотрим на академическую традицию, там уже ничего вообще нет. Там уже тут исключительно есть некоторое преподавание истории философии. То есть есть некое знание, его это знание воспроизводит в неком бесконечном процессе. То есть философия не может ничего сделать еще, дальше двинуться, ей некуда двигаться, то есть она достигла потолка. И поэтому что предлагали методологи, чтобы преодолеть этот кризис? Она просто отказаться от такой вещи, как философия, отказаться от попытки построить некую систему, отказаться от понятия. И на самом деле они считали, что то, что лежит как бы за пределами понятия, и то, что является сверх понятием, превосходящим в ее возможности, это является схема. И вот они ищут, и как бы вот вопрос о схематизме, о том способе, каким надо со схемой работать, и вот это вот и являлось основным вопросом то, что представляло собой методологию науки. И у них как раз там, в частности, возникали такие вот проблемы, они были связаны с тем, как вот схему одевать, как схему снимать, да. Схему же можно навязать, да, допустим, вот в процессе манипулирования на выборах, да, можно предложить некий выбор, да, где оба члена выбора будут одинаково неприемлемы, да, но ты не сможешь просто понять, снять эту схему, ну не все могут снять эту схему, и понять, что есть нечто третье, да. Они будут пытаться выбрать из этих двух, из того, что эта схема навязана. Ну тогда просто что получается? Тогда получается, что заниматься философией, это просто оставаться в некой его роде мертвой традиции, да, вот таких мертвых традиций много, это религия, да, вот некая форма, она мертвая форма. То есть сама религия, как вера, да, как нечто растущее изнутри, она всегда будет живым, да, но форму, в которой она существует, да, именно вот религии, так конкретно, какие-то религии, это уже мертвая форма. Так же и философия. Вот это трансцендентальная философия. Она просто мертвая форма философии. То есть надо было бы на самом деле подняться во что-то другое. Подняться, сохраняя уровень философичности, остаться при этом на почве философии уже невозможно. Можно только подняться, отказавшись от философии. Уже выйдя за рамки философии и непонятно куда это перейдя. То есть методологи говорят, что отказываешься от философии и куда-то переходишь и становишься непонятно кем. Непонятно чем ты занимаешься. То есть ты порываешь традиции, порываешь с какими-то понятными вещами, где можно было бы с людьми договориться о чем-то. Все-таки философия это почва, на которой можно с людьми разговаривать. А ты будешь заниматься чем-то своим. Непонятно куда ты будешь двигаться. То есть в каком-то отношении мы сейчас достигли такого состояния, которое в частности характеризует как раз постмодернизм. Где каждый отдельный человек чем-то занимается и это занятие будет непонятно другим людям. И даже очень трудно понятно. Ну вот такой вот у меня взгляд немножко пессимистический на место философии. В принципе я просто давно бьюсь в попытке как бы за что-то в философии куда-то дальше двинуться и понимаю, что это невозможно. Мне кажется, что это все, что можно было сделать, сделано уже классической философией и дальше двинуться уже невозможно. Иначе как бы просто выйдя за рамки философии в принципе. И многие современные философы, те, которые называются современные философии, они за рамки этой философии вышли. Они просто уже не философы в том смысле, как они понимаются классическом смысле или смысле Ханта Гегеля. Просто это некоторые, как я сказал, как некие исследователи, которые на свой страх и риск просто занимаются какими-то своими проблемами, которые понятны только им. И достаточно посмотреть на исследование Дейлеза и на то, как пытаются Дейлеза пропонять некоторые в сети, можно найти наши исследователи. Они начинают прямо с того, что Дейлеза понять невозможно. Ну вот это как бы стандартная подходка к тому, что представляют современные исследования. То есть человек чем-то занимается, понять его невозможно, потому что у него свои деревья, у него своя опора. Он в безвоздушном пространстве и висит, и что ты что-то там исследуешь, что-то он там видит. Что он там из этого безвоздушного пространства, какие смыслы там извлекает, что он там нам может показать. Ведь для того, чтобы объяснить нам что-то, надо опять же встать на почву понятия, то есть того, что нам общий нам всем. Или, допустим, единый некого контекста, допустим, контекста классической философии, допустим, на контекст Гегеля или Канта встать, да, и оттуда нам указать. Вот я вот это имею в виду. А если он висит в безвоздушном пространстве, оттуда что-то вещает, что он там нам может сказать? Ведь мы же не понимаем, где он находится. Ведь эта карта, она ведь перестала быть общей. Каждый отдельный исследователь, он просто движется, например, Фуко был, он занимался своими проблемами. Опять же, Делиос, Деррида. Ну где-то, естественно, в чем-то мы их понимаем. Но в массе своей это просто какие-то непонятные люди, непонятно, чем занимающиеся. Мы утратили вот это вот, то, что вот было пафосом классической философии, вот это единство разума. Когда мы ведь раньше говорили, что есть некий разум, он для всех один и тот же. Для папуаса, для цивилизованного человека один и тот же разум. Он единый, он пронизывает весь мир. И классическая философия древности, и классическая философия современности, я имею в виду немецкая классическая философия, они как раз уповывают на то, что этот разум есть, он един. А теперь оказывается, что такого разума нет. И что такого почвы на самом деле нет, кроме языка. А если человек, как я говорю, занимается целенаправленно своей проблематикой, так у него язык свой. И термин у него значит все свое. Он просто находится в буквальном смысле где-то безвоздушном пространстве, непонятно где. Он даже место указать не может. Ведь указать место, это значит указать тропинку, по которой он может до него дойти. Так эту тропинку не указать. Получается, что единственное, что возможно, это просто заниматься чем-то своим, и не пытаться что-то другим объяснить. Тут еще в моем отчаянии есть такая доля того, что я пытаюсь что-то объяснить и понимаю, что люди не понимают. То есть бесполезно объяснять просто. Ты объясняешь, я вот пытался, например, философиканта объяснить, как я его понимаю. Но для того, чтобы ее объяснить, надо же тропинку прочередить. Я начинаю как бы эту тропинку показывать и понимаю, что каждый шаг надо опять объяснять. Опять тысяча тропинок и так далее. Все время вот яну словиваешься. Вот такая как бы странная ситуация. Она вот в каком-то отношении, помните там Александр Благоченко говорил о релятивисте философии. Но здесь релятивизм в том состоит, что каждый, что нельзя привести все к одному знаменателю. Может быть, знаменателю одному можно привести, но по факту, что это не получится. Не получится, потому что каждый занимается непонятно чем. Кто это будет заниматься? Кто сравнит все и в одну приведет к одному? Так вот, как бы, независимо, может, от твоих слов, то есть у меня эти же сетования как бы внутри зреют, скорее всего, это не проблема философии. Философия, она как таковая, вечно пребудет. Это проблема цивилизации, которая все более и более неуклонно в яму схематизма сваливается и уходит туда вместе с соответствующей трансформацией языка, на котором уже то, о чем ты говоришь, то, что я чувствую, очень сложно выражать. Ты пытаешься выражать, а из-за того, что язык таков, ты будешь обратно в эту яму соскальзывать после каждого шага. Скажем, почему у древних греков, индусов и прочих, ну, как бы, мы можем констатировать, ну, какое-то понимание, да, ощущение вот этой философии и так далее. То есть не стояла той проблемы, которую ты озвучил сейчас. Я это, ну, вижу, чувствую так, что, скажем так, уровень схематизма, техницизма вот этого был не тот. То есть там, как бы, язык мифа, пусть он такой размытый и туманный и так далее, но, тем не менее, он позволял находить понимание. То есть меньше было вот этого релятивизма. Вроде как кто-то там землепашец, другой животного, третий воин и так далее. Но когда они говорят на этом языке, то есть вот именно, когда человек еще был как человек, они на языке мифа понимали друг друга. Во всяком случае, не в нашем смысле, вот по схеме, по логике понимали. Они понимали именно как живого, человек друг друга. И могли договариваться, разговаривать на этом языке. Вот. А когда начали все вот вводить, так сказать, прокрусты в ложе схем, это уже другой язык. И тут уже на этом языке вот именно возникает вот это бездна релятивизма. Когда каждый летит в свою локальную яму. Ты кто? Я химик, а ты физик. Ну и сиди ты там, я тут и так далее. И какая философия? То есть, а внутри этой ямы, да, там можно в кавычках говорить, вот моя философия. Я тут варюсь, и я вот так вижу мир из своего сектора. А ты в своей. А я вообще там вот. То есть, человек как бы вот погрязает в эту схему, и он может быть где-то там глубоко-глубоко, в недрах там и Бога даже как-то вот осталась одна ниточка, вот он по одной ниточке что-то чувствует, но он уже вот тут не может по ней выкарабкаться и до другого достучаться, общего языка уже нет. Просто можно было еще сказать, что наши знания, они не были таким обширными. Человек, в принципе, один какой-нибудь человек мог в течение своей жизни, да, как-то все это в одну какую-то систему организовать. А сейчас знаний так много, на самом деле, что человек просто физически даже невозможно это все осилить, освоить, как-то и объединить. Вот эта специализация, да, узкая какая-то специализация, вот этот секторный взгляд на мир, который, собственно, выгоден нашему, нашей цивилизации сегодня. Вот готовят там журналистов, этих, этих, этих. Все, они уже мир видят, вот, секторно. Да. Вот, а пришел человек из другого сектора, ну и все. Ну надо же на это сетовать не так, что это плохо, а надо просто сознать, что это так, и заниматься какой-то своей проблематикой, двигать ее куда-то там, чем-то заниматься. Ну просто, я просто что усматриваю? Я это усматриваю, что конкретно невозможно на лоне философии, что чем-то заниматься. Там просто нет уже проблем. Там единственное, что можно просто бесконечно, вот, ну солить одно и то же. Вот все проблемы уже поставлены, все уже как бы какие-то ответы найдены, и можно было по кругу ходить просто, и постоянно воспроизводить уже ответы. Причем эти ответы часто просто имеют чисто символическую форму. То есть они просто чисто являются некими коммуникантами. Да, вот, я пытался как бы задать, ну, пытался обсудить вопрос о методе, да, и фактически чего добился. Люди просто говорят некие ответы, например, берут у Гегеля, что такое метод? Метод – это форма самодвижения содержания. Я говорю, а что это такое? Ну, типа, вот, у Гегеля, типа, там, написано, почитайте. То есть, просто есть ответ, как будто бы, есть ответ. Некая, некая набор слов. А в чем смысл это состоит? В чем осуществляется? Ну, типа, науку логики, да, там. Или у Марса, вот, любят, обычно, Марса состирать. Говорят, допустим, в чем состоит метод Марса? Это капитал, в целом, это и есть метод Марса. А, ну, скажите метод-то, предъявите мне. Ну, как предъявить? Ну, типа, почитайте капитал. Вот бесконечная вот эта вот система, то есть такая, отсылок, да, вот. Но я имел в виду даже не это, не саму систему отсылок, а я к тому, что как вот философия теряет позиции, да, то есть как она превращается в нечто, в нечто, как бы, как это называется? Астрономное. В середние века-то как было, называлось-то там? Не спекуляция, как в среднем века-то называлось, да? Что, восхолазься как? Восхолазь. Восхолазься, типа, то есть, у нас есть история философии. Мы можем на ней паразитировать и бесконечно вот по кругу воспроизводить, что говорил один, что говорил другой. Ну, что говорил Кант, что говорил Геги, что говорил Дейкар, потом там, что говорили неоплатоники. Я же сейчас попытался как бы историю философии быстро пробежать такие взгляды. Я вижу на самом деле, что воспроизводится одно и то же. Вот. Почти нету никакого приращения. Вот, мелькнула иллюстрация. Скажем, есть нечто глобальное, что мы называем экономикой, да? Вот экономика, мировая экономика, кризис экономики и так далее. То есть, это вот нечто глобальное. А потом можно опускаться ниже, 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 вплоть до, не знаю, токаря или уборщицы в цеху каком-то. Им до этой макроэкономики и тех проблем, они тоже могут этим термином пользоваться, и словом, кризис и так далее. Вот. Но на своем уровне, это не их рабочий термин. В этих категориях они не оперируют. У этого детали, там, я не знаю, какая-то зарплата, рабочий день, восемь часов. Вот язык. И ты приходишь и пытаешься вот это. А у него все, вот схема. Вот на метро доезжаю до сюда, делаю то, то, то. Лучше говорить, алгоритм тогда, потому что схема не все другое, не просто схема. Ну, так все равно схема, как мы смотрели, любая схема у тебя все равно это алгоритм. Это узлы, связи и так далее, по которым ты можешь ходить, все, и всю схему, описать схему. Но все-таки это логическое понимание схемы, оно не возрушается, думаете, да, на эту землю? Думаете, оно... Схема это опускает, да. Схема это что-то, то, что не дискредитирует, а дискредитирует. Дискретности какие-то, автоматизма, роботизация, это отрыв от мира, континуального, реального, когда говорили Зевс там или еще что-то. Это был другой язык. Другой язык. А сейчас вот те закон Ньютона, закон Ома, это все, вот узлы, схемы, связи, все. Вся ориентировка вот по этим маячкам, а мир ушел в трансцендентное, все, свергли богов, все, ничего, нет, вот схема, алгоритм. Ну, вы говорите, что это прямо противоположное, что Булат, Булат это философией нет, а заниматься нечем. А вы говорите, что мир у вас всем с вами нечисленный. Так он и прав. Ну, тут как бы относительности, просто с какой точки зрения смотреть. И он прав, и то, что я говорю, тоже имеет место. Но философия осталась там, где Зевса и так далее, вот где мир живой, она осталась. Мы опустили, погрязли в горы. А я хотел сказать, что мы все-таки употели, все это постигли, и уже нет никаких проблем. Философии нет просто. Не потому, что ее нет по факту, она есть в истории философии, пожалуйста, занимайтесь сколько угодно, в истории философии. Все правильно, Булат, так мы с... Проблем нет уже, все, все проблемы исчерпаны, возможности исчерпаны. У этого токарного... Три школы уже сняли с этой философии, уже больше не сняли. Булат, у него нет проблем. Он стоит и точит детали, ему такой чертеж принесли, он сделал. Другое он тоже сделал, у него нет проблем. Он освоил эту схему, он в ней живет. А ты приходишь к нему с макроэкономикой, с философией, так сказать. Я, кстати, когда занимался сознанием, я понял сам, что я занимался скорее наукой, то есть я пытаюсь как бы сознание... Да, схематизировать... Ну понятно, но не философией. Не философией. То есть реально на самом деле уже... Моя претензия к тебе все время. Не логицируй Булат. Каждый раз на самом деле. Вылезай из этой ямы. Я все просто больше убеждался, что философии-то уже нет, давно, что все это мертвые дела, что это все дела истории уже. Вот они как бы отошли как-то, да, в истории, они есть, конечно. Можно бесконечно как бы ностальгировать потом, как Кант замечательно там метод философского, как замечательно философского гибель. Только имеет ли это смысл? Ведь мы же всегда пытаемся куда-то дальше двинуться, да, чтобы новый какие-то горизонты открыть. Но новые горизонты не лежат в плоскости философии. Надо что-то новое, надо философию преодолеть, забыть о том, что такое существует. Ну, конечно, взять оттуда все лучшее, да, надо, конечно, матчасть-то знать. То есть надо знать философию, конечно. Но двигаться уже дальше. И здесь как раз лежит вот тот путь, что получается, что вот тот, кто философии завяз и постоянно там муссирует какие-то свои проблемы, тот на самом деле занимается нещебаной как утилизацией себя. Ну, можно, наверное, это как раз та самая тема, понимаешь? Ну, сколько можно уже обсуждать философию Канта, да, сколько можно в философии Гиделя-Муража, ну, что уже казалось, диалектика, диалектическая логика, ну, сколько можно вот здесь из пустого порожня переливать? Здесь даже нету никаких проблем, нету никакого... Чего-то содержательного, что можно было бы дальше как бы двигать. Так вот именно вот здесь и получается, что схвачена-то не философия, а схвачены слова истории философии. Тем самым вот этот провал в яму Гиделя или в яму Канта или их сотни вот этих ям. И люди сидят там, эти слова вот комбинируют, играют в эти шахматы словесные, цитатные и так далее. Но они утратили философию. Она там осталась. Ну, вы просто под философией нечто другое говорите, а я-то под философией как раз играю в шахматы и называю философией. Так вот, так это не беда философии. Я знаю, что это вот беда конкретного индивида, который ее видит только вот как проекцию вот эту схематику. Еще, кстати, вот маленькое замечание. Я вот вообще вдруг усмотрел, что вот то, что Декарт выступил с субъективностью, мне кажется, что это была последняя попытка придать философии некую значимость, найти какую-то новую предметную область, некое новое поле, на которое философия могла бы раздеваться. Потому что, вот припомним, как она возникла. Она возникла в лоне сколастики. У сколастика... Сколастические проблемы, они же как бы элементарны. Там номинализм, там это... Как его там, реализм, там проблем-то почти нет. То есть, казалось, вот она была, сколастика, да. Чего достигла философия? Всего философия достигла такого уровня примитивного, и никаких проблем нет. И вдруг возникает как бы целая огромная проблематика, связанная с субъектами. Как они, как вот философы вдруг это подхватили? Потому что вот нашелся, наконец-то нечто, чем можно заниматься. В итоге, как бы, долгого какого-то развития, мы опять уперлись в систему Гегеля, как бы субъективность полностью измерили вдоль и поперек, да, как бы вот ее уж вшире, вглубь, что называется, да. Все, что можно сделать, сцепили в некие понятия, как бы все опять затормозилось все, опять все превратилось в холостик. Теперь нужна... Ну, мы же что сделали? Мы и внешний, и внутренний следили, нам ничего теперь не остается. Все, теперь уже нет такого... Мы не можем теперь прорастить поле с философией каким-то вот внешним способом, да, найдя еще какой-то вот такой предмет. Все, теперь уже нам остается только как бы... Либо завязывать вот в этом бесконечном переливании с пустого порожнего, связанной с историей философии, да, вспоминать, что там Канн сказал, вспоминать, что сказал Гегель. Вот я пытался ввести в дискурс вот интеллектуальную интуицию. В итоге, чем мы занимаемся? Что сказал Гегель, что сказал Канн там по этому поводу? А что еще можно сказать-то по этому поводу? Потому что я же говорю, а давайте попытаемся исследовать этот вопрос, исходя из вот самой реальности, да, вот как феноменологи-то планеты. На эмо, на эзис, да, вот пытаться исследовать там. То есть, на самом деле, я попытался в этом пути двинуться, но и кроме того, что на эмо, на эзис, и кроме того, что можно сказать, что есть единичные смыслы, ну, допустим, есть там, что такое единичные смыслы? Ну, это какая-то страна единичная, да, культура единичная, религия какая-то единичная. Ну, то есть, конечно, такие единичные смыслы есть, но кроме этого, что-то можно ли еще сказать? То есть, фактически, я уже пытался и так, и философией сознания заниматься, и где бы я, чем бы я ни занимался, везде все уже исследовано, везде все в целом сказано. То есть, тот уровень, на котором пытаются удержаться философия, а именно удержаться понятия, вот еще раз, обращаю внимание, а это некий всеобщий уровень, Все уже сделано. Бесполезно здесь чем-то заниматься. То есть надо на самом деле заниматься наукой, исследовать, брать какую-то предметную область и заниматься ей. Либо вообще заниматься чем-то другим. То есть философия кончилась. И, кстати, нам уже давно ведь об этом сказано. Аналитическая философия постоянно говорит об этом, что метафизика – это своего рода просто заблуждение, себя тешения, некоторого ума, который верит в то, что можно вот… Причем это начинается здесь с Канта. Ведь Кант уже говорил, что метафизика невозможна. Да невозможно синтетическое суждение априори как бы вот в чистоте разума. То есть она невозможна, иначе говоря, если говорить простым языком, невозможна превращение содержания, опираясь только исключительно на разум. Обязательно надо выходить к опыту. То есть уже даже Кант уже это говорит об этом. Ну, Гегель вроде как бы якобы это опроверг, но на самом деле он что сделал? Он просто еще более сферу вот этой замкнут, да, что сказал, что вот субъективность, когда нам эту некую систему, да, вот она замкнута. И все, из этой субъективности мы никуда деться не можем. Мы погружены и все это. Либо мы выходим к опыту, да уже занимаемся конкретными науками, либо мы вот сидим как вот у разбитого корыта вместе с Гегель, и ничего уже дальше двигаться никогда не можем. Ты считаешь так же что-то? Нет, нет, конечно. Ну, тогда выскажи против. Ну, потому что мне совершенно пофиг на весь мир, остальный мир, чего они там думают, что они там задачки исчерпаны, задачки не исчерпаны, и появились новые задачи. А уж аналитическую философию, как и уважаю, каким она для меня объявшенным авторитетом является. А методология науки? Методология это вообще непонятно что такое. Это явление появившегося в субъектах империи. Нет, это не только у нас там все, но методология науки же и на Западе есть. Ну, она же другая, чем наша. Ну, они считают, что они в общем ключе работали. Ну, не знаю, в каком они общем. Это же другие методологии. Нет, ну, Томас Кун, Акатош, Фираль, это все методологи науки. То, методологи науки, которые работали у нас, в которой работают Степин, Бранский. Нет, 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 это все Бинбранский темно в другой. Методологи науки я имел в виду щедровицкого. В смысле Щерновицкого, Попова, Мамардашвили и остальных такое ощущение, что западные аналитические философии не имеют отношения. Нет, нет, нет. И к западной этой штуке. Это такое специфическое направление российское, следовать оценочные суждения, что оно возникло в сумерках империи, а в сумерках, как вы знаете, всякие все кошки серы и всякая Мамардашвили философ. Оно имеет чисто социальный смысл какой-то, ну это действительно такое. По этому поводу возможно определенного года этнографические наблюдения, почему из их среды так много вышло, скажем так, миллиардеров. Чего же там так много-то? Почему они оказались в нужном месте и сумели ухватить себе кусок общенародной собственности на всеобщую приватизацию? Это вопрос. Но к философии не имеют никакого отношения, их деятельности не имеют к философии никому. То есть ты можешь сказать, что философия касается лично тебя и ты... Да, да. Так это я говорю, что философия раскололась либо на историю философии, либо на мировоззрение. У тебя есть твое личное мировоззрение. Нет, это не мировоззрение. Я уже накатно говорил, что философия это не мировоззрение. Но сколько мы имеем дело с соотношением? Мы отношения имеем к себе и... А это твой взгляд на философию? Ну, не только мы, но мы имеем дело всегда с отношением. Специфика философии состоит в том, что мы удерживаем это отношение. Ты живешь традициями транслянтальной философии? Ну, живу хорошо, но тем не менее, вот это мое дело, у меня абсолютно нет повода, что по этому поводу сказал, и кто чего по этому поводу подумал. Да я понимаю, а тебе не интересно дальше? Я двигаюсь дальше. Нет, ну, кроме транслянтальной философии, что-то еще возможно? Ну, почему нет, может быть и возможно. Покажите мне такой эксперимент, и мы его потолбим руками. Нет, ну, понятно. Вопрос состоит в том, что получается так сейчас, что кроме транслянтальной философии ничего невозможно. А транслянтальная философия, она в своей возможности уже ищем палом. А кто это сказал? Я говорю. Ну, это ты так говоришь. Я утверждаю, что все проблемы рано или поздно сводятся к тому, что сформулировал Кант, и вообще всю философию европейскую, да, современную, можно сказать так, что она написана на полях этой философии Канта. Она либо решает проблемы, которые Кант поставил. Ну, во-первых, это совершенно не очевидно. Я также думаю, что это... Ну, например, взять Гегеля. Гегель же фактически, все проблематики Гегеля, это она взята из философии Канта. Нет. Транслянтальная философия – это философия, которая не сводится к транслянтальной философии Канта, и транслянтальной философии Гегеля. Ну, по-подобному роду работа там по-прежнему возможна, она интересна. Ну, еще раз повторяю. Вот, возьмем Наговицына. Да. Наговицын работает в некой схеме стандартной. Я бы сказал, что он не Гегельянец. Но. Ну. Он даже... Но он при этом не Гегельянец. Но он не Гегельянец в буквальном смысле, но схема его работы, она Гегельянская. Ну, то есть, похоже как бы. Потому что философия есть философия. Ну, я берусь сказать, что любой человек, который будет работать в такой схеме, он будет выдавать то же самое, что говорит. Ну, да. Но это то же самое. То же самое сказать, что... Любой человек, который будет нам что-то рассказывать, будет пользоваться языком. Или хотя бы азвукой жестов. Ну, будет, да. Из этого же не в этом. Все, что он нам будет рассказывать, это язык или азвук и жестов. Нет, мы говорим о том, что, например, в концептуальном отношении физика завершена. Я считаю, что в концептуальном отношении завершена философия. Точно так же, на том же основании. Что концепции больше нет. Вот вы дошли к пределу некоторого, достигли. Нет, это не так. В концептуальном смысле. Да. Не в этом. Конечно же, не в экстенсивном. В концептуальном смысле. В концептуальном смысле. То есть, ты считаешь, что это не так? Да. Ничего не ясно, ничего не понятно. Ну, вот видишь, у нас вот здесь не пили. Ну, пока не разному человеку. Но я еще раз повторяю. Откуда такое внимание к окружающему? Мне, например, я честно говорю, неинтересно быть преподавателем. Потому что самому встать в позу учителя, а кого-то поставить в позу ученика, мне неинтересно. Мне вот эти позы, они совершенно неинтересны. Нет у меня здесь удовольствия. Поэтому мне, да, от того, что где-то кто-то считает, что она закончилась, или закончилась на самом деле не закончилась. Ну и что, что она, может быть, на самом деле закончилась. Для меня-то она не закончилась. Мне до них абсолютно все равно. Неинтересно смотреть, как остальные люди стоят в позах. Ты все правильно излагаешь вопрос. Я просто, когда оперирую методологией науки, там, или каналитической философии, я просто указываю, как бы, на некие симптомы, да, того, что уже люди угадывали, что вроде философия закончилась. Я-то как раз, у меня личное, это же мое личное мнение, что я вот просто пытаюсь в философии что-то найти, какие-то проблемы, которые можно было бы еще разработать, что-то увидеть, какой-то свет в конце тоннеля, да, пытаться, вот сколько можно уже заниматься историей, философией, сколько можно изучать уже первоисточники, ну, в конце концов, ну, надо же это иметь совесть, да, сколько можно быть рабом других концепций. Ну, неважно, в любом случае они эти источники не изучают и не читают. Ну, я, я изучаю источники, я читаю, я даже дошел до того, что, вот подумал, ну, может быть, я, как бы, насколько тупой, что… или переводы плохие, может быть, занялся греческим языком, я уже даже изучил греческие языки, начал пытаться читать Анистасию на греческом, но ничего не меняется от этого. Дело не в том, насколько языки ты знаешь, что можешь ты прочитать там этот… я пытался где-то Гегель, наверное, на немецком читать. Все, все это глупости, ничего от этого не меняется. Уже все давно исследовано, как бы, все давно уже проштудировано, все давно выведено, да, там. Бесполезно, там нет проблематики. Нет проблематики. Точнее, как бы она есть, но просто она старая, она школьная проблематика, как в сколастике. Есть ли какие-то стандартные проблемы? Вот как в номинализме. Номинализм-реализм. Разделитесь. В этом смысле? В идеализм-материализм. Разделитесь. Я счастливый человек, я не читаю первоисточников. Ну ты молодец. Я не читаю первоисточников по той простой причине, что мне как бы интересная задачка сама посидит. А не важно, чтобы они по форме сказали Ньютона. Нет, вот и поэтому я ведь и говорил, что возможно только сейчас такой способ работы, когда каждый человек в безвоздушном своем пространстве. Почему? Ну потому что... Если я буду пытаться решать конкретную задачку по механике, то я не буду сказать... Нет, нет, нет. Есть большая разница, на самом деле. Задачка по механике, где изначально само поле вот этого науки, оно задано. И здесь поле задано. Нет, философии, и чтобы поле было задано, ты должен работать в некой терминологической определенности. Не обязательно. Поле будет задано. Ну, ты, например... Поле задано. Философия с философией. У меня поле задано. Вот, например, ты говоришь про рефлексию. Ты что-то высказываешь. Но для того, чтобы тебя понять, надо перевести на какие-то стандартные термины. Термины Канта, Гегеля. Ну, а что? Нормально ребята высказались. Но если ты выскажешь это, исходя из своих каких-то вещей, тебе можно будет не понять, можно будет подумать, что ты что-то такое сказал свое. Все равно. Все равно. Честное слово. Честное слово. Я говорю, что позиция учителя и ученика, мне не интересна. Да не позиция учителя и ученика, а позиция истины. Мне интересно, на самом деле, можно ли на самом деле как-то двигаться куда-то и достигнуть... А что ты тогда? Ты говоришь, что истина то, что можно другому человеку сказать? Нет. Я хочу сказать, что истина это то, что можно усмотреть. Но то, что если мы усматриваем, это нечто. Ну, вот оно и усматривает. И оно никак не зависит от позиции ученика и учителя. Сколько тысяч лет тут была, скажем, обычная математика? Рациональное число, когда нельзя было корень из отрицательного числа. Комплексное число. Ну да. Всегда. Всегда за списанием последних стопких сил. Ну вот. Так я говорю, ты можешь на греческом, китайском, японском, марсианском языке вот это все изучать, эту схему и плавать, как рыба в воде. Откуда берется возможность корня из отрицательного числа? Понимаешь? Внутри этой схемы ты это никогда не найдешь. Для тебя это табу, это нельзя... Это не какой-то скачок творческий. Так вот в том-то и дело, что надо поляну сечь шире, а не пребывать в этой схеме на всех возможных языках. Эта схема, это чума для философии. То есть вы предлагаете мне заговорить на своем языке? Да не заговори, ты автоматом заговоришь на своем языке, когда из схемы вылезешь, ты будешь понужден искать свой язык. А как же общение? А как эти традиционалисты в конце ракета доперли? Ну общение там нормальное было у людей. Придумали корень из минус единицы. Общение очень хорошее. Нет, ну еще раз говорю, у науки все-таки язык изначально более-менее стандартный. Ну и здесь точно так же. Но у них у нас философский язык. Ну так сложно, а то, что тебе говорят, сложно. И что? Так тебя все время интересуют социальные феномены, я не понимаю. Социальные феномены общения, социальные феномены ученичества, социальные феномены национальничества, методология, которая только и социальные феномены есть, обладает нулевым смыслом. Ну, Влад, методология страшное дело. Методология – это система введения табу. Вот у тебя было табу, нельзя корень этот извлекать. И все. И ты в этой могиле родился, прожил и умер. И все, и ушел. И в этой могиле ты сетал, ох, нет философии, нет все. Вот кругом все ограничено, стенки, потолок это и так. Арифметика завершена, да? Да, именно так. Арифметика завершена, можно дальше двигаться. А мы кого не изменим? Ну это же твоя проблема, а не проблема мира. А мы кого не изменим? Измена соединиться. А вот я о философии, какого-то такое, можешь придумать? Да полным-полным, ты в любом месте проковыряй в этой банке, в которой сидишь из этой схемы дырку и вылези, и умер. Выкинь эту схему, да, ее сделали, она где-то работает. Я же говорю, что если есть интеллектуальная интуиция, то это и есть та вот возможность дырку продырять. Если бы ее нет, то и нет возможности. Не извлеки хоть раз, что или из какого-то запрещенного. Фишка-то в том и состоит, что вот эта вот возможность интеллектуальной интуиции, это и есть способ, каким мы можем действительно выйти из-за рамки философии. Если ее нет, то все. Это не рамки философии, это рамки схемы. У философии нет рамок и быть не может. Надо в философию войти. А ты называешь схему философии. А я-то еще говорю, что философия это не предметная область, это никого не изменится. Философия это для себя какие мысли, для себя. Это выход из этого. Это способность выхода из ремесленного отношения к нему. Это сфера линии субъективности. Да, выход из ремесленного отношения к нему. То есть, что она тоже исследована уже полностью. Да какая это, что она исследована? Тебе же важен внутренний эксперимент. Тебе нужно в свое специальное состояние, для себя возможности мысли. Если честно, на самом деле... А то, что она описана людьми, да, кто-то там, это как говорится, человек взял, на книжке написал, какие у него эффекты будут у него. Я же не вдоль и поперек, уже сам у себя внутри следил. Зачем мне пишет? Да, это кто-то описал. Вот это, но специфика его состоит не в описании того, что там происходит, а специфика состоит в его пространстве. Да я сам это все пережил много раз, и все эти опыты все мне переставил. Все надо ехать. Половин, уже перетешили.